Чтобы бегать, нужно тоже какую-то смелость. Он же боялся людей. Он не летал на самолете, он всего боялся. Ну и вот. Как вы считаете, смог бы Советский Союз победить без Ленд-Лиза? Ну вы же видели, что он не побеждал. У нас не было Родины для того, чтобы побеждать. У нас не было оружия. У нас люди сидели в ГУЛАГах. Им нечего было защищать. У них родители были расстреляны. Чего разыщать? Расстрелянных родителей? У них дома были... У моего дедушки забрали дом. В этом доме был рояль. В этом доме играла его мама на рояле. В этом доме играла его старшая сестра на рояле. Этого дома нет. Его забрали. Его национализировали. Потому что он был купцом. У людей забрали дома. У людей забрали хуторы. У людей забрали родителей. люди выросли в лагерях я делаю ролики вы можете их найти дети там двадцатых-тридцатых они выросли под номерами номер 20 34 все это все же ты знаешь о себе это не были дети бывших было гвардейцев да и вот они выросли что что им было защищать потом шел власов на его на его у него было знамя триколорная триколор это было хорошо для них триколор это было знамя их детства знамя с этой жизни шоколада знамя германии франции они ездили за границу они катались на пароходах на лайнерах разговаривали по-французски своими гувернантками они увидели триколор почему они должны были воевать против гитлера почему гитлер вернул людям то что забрал ставят церкви вернул церкви он легенит как это как-то сделали легитим легализовал легализовал церкви до священника больше не надо было расстреливать и нужно было у наши священники тайно приходили там что там крестить и что они все это делали тайны при гитлере вот открыть церкви открылись полностью можно было выходить церковь и не подходить в трогать церковь а зайти внутрь и помолиться люди 20 лет не видели церквей 20 лет но я могу воспользоваться этот аргумент потому что по моему где-то то ли на камчатке но где-то в глубине в глубине советского союза религию так строго не пресекали я не знаю про камчатку я говорю про ну эту европейскую часть россии куда пришел гитлер вот куда пришел там не было церквей он не дошел до камчатки может камчатки там и большевиков не было я не знаю он пришел убивать больше большевиков знаете достаточно странно потом достаточно странно потому что ну так и так было так было так было так был приказ вот у кого-то тут серп и молот да вот этих всех расстреливать даже не брать в плен вот всех там что тогда сделали обычные крестьяне которых а у них нет у них не было с серпой мод их не сжигали обычный крестьян не сжигали почему до сих пор что есть сведения о том как нет это это фальшивые нет я еще раз говорю нет нет он не он не колонизировал украину он не колонизировал крым он не колонизировал псков он никогда не не колонизировал воронеж он не колонизировал белгород он не колонизировал беларусь он ничего не колонизировал люди боялись только сталина я скажу даже большинство из них воевала в красной армии только потому что больше боялись что мы последствия сталина то что пришли немцы и сказали, что теперь будут марки здесь. Марки никого не напугали. Флаги национальные он вернул. Представьте, что украинцы вдруг увидели украинский флаг. У них же был флаг. Про УНР говорите сейчас? А белорусам вернули белое, красное, белое? Я не знаю. У меня... Белорусы вернули красное, белое. У меня прадед воевал во Великой Отечественной. Он получил несколько медалей. Вы не слышали меня. Вы сказали УР, я не знаю. А про белорусов что вы сказали? Вернули белое, красное, белое. У них до сих пор этого флага нет. У Волоского княжества или какой-то флага? Почему вы назвали какое-то слово, я не помню, украинцев, а белорусов... УНР. Украинская народная республика. У них флагу этому тысячи лет. Какой УНР? Он же не придумал в 17-м? УНР это Украинская народная республика? Нет. Это никакой... Нет. Я еще раз говорю, что что белое, красное, белое, что желтое, блакидное это тысячелетний флаг. Я про этот флаг говорю. Я не знаю, на что вы напираетесь, но этот флаг был уже там в 13-м веке, в 14-м, в 12-м. Как и гривна. Как и герб. Нет, я говорю, что он вернул герб Украины. Он все вернул. Он сделал украинский язык главным языком. Никто по-украински не разговаривал в 20-е, 30-е годы в Украине. В 41-м никто... Там не было никакого украинского. Там не было книгопечатания, газет на украинском языке. Ничего не было. Украинский язык был подпольным. Все украинцы, которые были националистами, которые хотели продвигать национальную культуру в вышиванке, всех расстреляли. Гитлер пришел, сказал, все можно. Я только против евреев, цыган, уродливых каких-то людей, геев и большевиков. Все. Работали эти газовые машины. Он производил... Он уничтожал людей, которые там... Дауны, горбатые, одноногие, я не знаю, которые не могли сами себя заезжать. Он считал, что это лишний груз человечества. Уничтожал евреев, уничтожал цыган. Про цыган никто не говорит. И большевиков. То есть там, не знаю, миллион большевиков он, наверное, сжег. Но когда сжигали большевиков, все люди в ГУЛАГе радовались. Вы что, не понимаете? Это он делал правильно. Это он делал правильно. Цыган нет. Людей, которые больных, нет. Нельзя сжигать. Евреев нельзя сжигать. Нельзя сжигать никого. Но большевиков он убивал. Большевики убили столько людей, что они заслужили все, что с ними сделал Гитлер. Все. Они накануне, вот Катынский расстрел, 20 тысяч поляков. Зачем расстреляли? Вот 20 тысяч. Когда зашли немцы в Катынь, они увидели свежие могилы. Там лежало 20 тысяч. Там были врачи, инженеры. Их расстреляли же инковидисты. Почему нельзя инковидисты было после этого тоже расстрелять? Почему? Я, вот в моем плане, я считаю, что Гитлер нужно было пустить до Москвы, чтобы он убрал Сталина, а потом нужно было убивать Гитлера. Вот знаете, как шаг и мат. Сначала Сталина, а потом Гитлера. Сначала Сталина. Не сначала Гитлера, а сначала Сталина. Для СССР Гитлер не был проблемой. Для Казахстана Гитлер не был проблемой. Для Бурятии Гитлер не был проблемой. Для кубанских казаков не было проблемой. Гитлер вообще для Советского Союза не мог быть проблемой, потому что в Советском Союзе все были рабы. И как в Северную Корее сейчас придет Гитлер. Неужели Северная Корея будет воевать с Гитлером? Кого в Северной Корее боится больше? Гитлера или своего там Зиньпини? Рабы не могут воевать за свое рабство. Не могут. Не могут. Власов не был рабом. Каменские не было рабов Краснов не было, казанские эти, кубанские казаки Все, кто встали на сторону Гитлера Они не были рабами Да, они присоединились к фашизму И это плохо Но хотя бы они поняли, что у них родины нет Они не воевали против У них не было родины, они никого не предали Ну их руками, да То есть нужно было убивать фашистов Но нельзя было воевать за ту родину Которую мы в итоге опять получили Люди из концлагерей поехали в ГУЛАГи У нас все генералы Поехали в ГУЛАГи Любое рукопожатие там с Югославами С венграми, с поляками Грозило, что они вернутся и поедут в ГУЛАГ Нельзя было ни с кем разговаривать Даже в лифте нельзя было Даже в лифте, если они садились в лифт Гостиница закрывалась, если там оказался англичанин Это была самая ебнутая страна на земле И мы за нее убивали фашистов Вы серьезны? По сравнению с тем злом, который совершил Сколько украинцев Убил Сталин? Просто сколько? Просто сколько? Он был у власти 30 лет 30 лет Что с этим Гитлером мы носимся, как с яйцом? 4 года Гитлера, что вы думаете Убила больше украинцев, чем Сталин? Сколько казахов убил Сталин? Сколько? Я считаю, что он не имел права брать казахов Чтобы казахи убивали Гитлера Не имел морального права Там в Семипалатинске 500 ядерных боеголовок было взорвано А райское море высохло Полностью Представьте, черного моря больше нет Представьте, какой стресс для природы Нельзя было Казахи пережили колхозы Казахи Какие-то школы, какие-то колхозы Забрали скотину Это было такое изнасилование ментальности казахов И он их же заставил воевать за что? Опять за колхозы? Он убрал полностью казахский язык Он убрал всю интеллигенцию Он вырвал из Казахстана сердце И он эти вот без сердца людей Без интеллигенции, без казахского языка Без своих традиций, без юрт Заставил убивать немцев Которые и Казахстан не трогали